Телеканал Автоплюс сегодня попал в интересное и потрясающе красивое место. Прямо за моей спиной бескрайние просторы Камы. А там, на южном берегу реки, дымит трубами Камский автомобильный Батыр. Это город Набережная Челны. А здесь, на северном берегу, находится старинный русский город Елабуга, никогда известный тем, что здесь родился художник Шишкин и провела последние годы поэтесса Марина Цветаева. А в наши дни, прямо здесь, сейчас, в особой экономической зоне Алабуга, разворачивается серийное производство самых дорогих российских автомобилей – Аурус. История особой экономической зоны Алабуга получилась весьма драматичной, потому что на огромной территории размером с город размещены 30 заводов, на которых работает всего лишь 7500 человек. А все потому, что Алабуга пытается освоить советские планы. Когда-то в 80-е на этом месте должен был быть построен Камский тракторный-танковый завод. Но не сложилось. Планом «Б» оказался Елабужский автомобильный завод, дела которого шли ни шатка ни валка до 2007 года, пока здесь не обосновалась группа «Солерс». И именно наличие большого кузовного производства является основной причиной появления здесь марки «Аурус». Это здание с подземным бомбоубежищем – самый большой завод Алабуги. В 90-е тут строили внедорожники «Шевроле Блейзер», в 2008-м уже в новых цехах «Солерс» осваивал фургоны «Фиат Дуката», а с 2012-го года началась эра Форда. Конвейер видал кроссоверы «Куга» и «Эксплорер», но после ухода легковых моделей из России остался только коммерческий «Форд Транзит». Но главное – остались линии сварки и окраски с большой ванной для катафорезного грунтования. Более чем пятиметровый кузов седана «Аурус Сенат» в России больше купать негде. Альтернативой может быть только подмосковный завод «Лиаза», где заготовки будущих автобусов тоже грунтуют целиком. Но едва ли этот вариант всерьез рассматривался. Поэтому постановка на конвейер «Ауруса» официально обошлась в смешную по меркам индустрии сумму – 2 миллиарда рублей, то есть 25 миллионов долларов, которые потрачены на новую линию в кузовном цехе «Солерса», плюс оборудование цеха сборки у самого «Ауруса». Стройка индивидуального только для «Ауруса» кузовного завода обошлась бы минимум вдвое дороже. Если бы этого не делал, то пришлось бы находить дополнительные инвестиции достаточно большие. Инвестиции, они бы в разы превосходили те инвестиции, которые мы называли. Только окрашенный комплекс, в среднем можно будет считать, от 50 миллионов долларов готовый окрашенный комплекс. А ванны катафорезы – это очень сложный процесс. У нас окраска в четыре яруса на площадь 30 тысяч квадратных метров. Формально группа «Солерс» – это индустриальный партнер «Ауруса» и держатель символической доли в полпроцента акций. А фактически компании породнились, и генеральный директор «Ауруса» Адиль Ширинов, заодно президент и исполнительный директор совместного предприятия «Солерсфорд» и гендиректор Ульяновского автозавода. Кузовные детали для «Аурусов» штампуют тоже в Алабуге, на соседнем заводе турецкой фирмы «Джошкунос». А линия сварки занимает часть просторного корпуса «Солерсфорда». Но это именно отдельная линия. Транзиты собирают прямо за спиной оператора. Ну, их нас попросили не снимать. Почти все элементы «Аурусов» варят вручную. Точнее, с помощью полуавтоматических клещей. И только самая главная и финальная операция – сварка воедино аж трёхслойных боковин с полом, крышей и моторным щитом – поручена восьми роботам. А вот красит «Сенаты» вместе с коммерческой техникой «Форда». С той лишь разницей, что краску «Аурус» закупает специально для себя. А «Солерсу» пришлось докупить роботов и перенастроить их для окраски машин в два цвета. Дальше покрашенные кузова отправляются в небольшое путешествие по территории Алабуги. Собственно, завод «Ауруса» очень компактный. Занимает от силы треть этого новопостроенного здания. И у «Ауруса» есть здесь соседи. Вот там расположена фирма «СТ Нижегородец», а здесь учебный центр «Алабуга Политех». Соответственно, готовые и собранные кузова седанов нужно еще привезти с кузовного цеха «Солерса» по улице. Слово «завод» кажется излишне громким, ведь производство рассчитано всего лишь на 5000 автомобилей в год. Но примерно столько же выпускают исторические заводы «Мазерати» в Мадене и «Роллс-Ройса» в Гудвуде. Мы находимся в цехе сборки. Само собой, что основные узлы агрегаты, такие как радиатор, двигатель, коробка передач, сюда приходят уже готовыми. Мы можем только изучать технологические надписи. Например, 98100 предполагает, что здесь около 100 силовых агрегатов уже обработано. И заметьте, что практически не видно никаких иностранных надписей. Все премиально красиво маркировано маркой «Аурус». Единственный двигатель серийных «Аурусов» — это бензиновая «восьмерка» с двойным наддувом. Судьба мотора В-12 повисла в воздухе. Он существует, — уклончиво ответил гендиректор Адиль Ширинов на вопрос журналистов. И не похоже, что у кого-либо из участников проекта есть воля довести до победы российский 12-цилиндровый двигатель. Институт НАМИ собирает моторы в Москве, но алюминиевую головку и блок цилиндров отливают в Германии. Турбины поставляет японская фирма IHI. Девятиступенчатый автомат, дело из столичной фирмы Кейт, к нему пристыкована электромашина Сарапольского электрогенераторного завода, а литиево-ионную тяговую батарею везет швейцарская компания «ЭнерТек». Это самодвижущаяся автономная электрическая тележка. Именно на них в этот новенький цех приезжают уже окрашенные и собранные кузова Ауросов «Сенат», которые собираются на соседнем заводе «Солерсфорд». На этих тележках будущий Аурос проезжает по цеху примерно половину короткой конвейерной дистанции. В это время 50 человек, по большей части этой женщины в стерильной чистоте, неспешно собирают машины, сверяясь с комплектацией по манифесту. Пока что в продажу поступает только максимальная комплектация, и выбрать можно отделку и один из шести цветов. А будущим клиентам, как в лучших домах, Аурос обещает индивидуальный подход и исполнение любых капризов. Работу сборщиков тут и там контролируют мастера с планшетами, ведь процесс полностью ручной. Роботы вклеивают только стекла. Кстати, борского производства. Незадолго до финала кузов подвешивают к так называемому «хэнгеру» и везут на свадьбу, то есть стыковку с силовым агрегатом и шасси, которые предварительно собираются воедино на стапеле. Готовые седаны отправляются на динамометрический стенд, в дождевальную камеру и на проверку герметичности салона давлением воздуха. Кстати, о герметичности. Даже салонные часы зачем-то сделаны с водозащитой. Восток-амфибия. Смотрите, часы «Восток». У каждого советского гражданина были такие наручные часы. Их делают неподалеку, здесь, в городе Чистополе. Ну, а теперь такие часы могут быть и владельцев автомобилей «Аурос». Вообще, компоненты на «Аурос» поставляет сотни компаний, и около 70 из них — российские. На иностранных заводах такое нечасто увидишь. Но смотрите. Перечень локализованных компонентов. Это как выставка достижений народного хозяйства. Давайте изучим. Рязань. Русская кожа. Самарская область. Трубки ДВС из алюминия. Сарапол. Электромашина. Кстати, та самая электромашина, которую мы видели недавно на выставке общественного транспорта в Москве. А вот за мной кузовные элементы. К слову, весь кузов «Ауроса» из стали. И эту сталь поставляет тоже российское предприятие Магнитогорский металлургический комбинат, а точнее его филиал здесь же, в особой экономической зоне Алабуга. Особый статус дает резидентам Алабуги разные льготы. Например, долгое освобождение от налогов на землю и имущество. Совсем нет пошлин на ввоз металла и оборудования, а для экспортной продукции нет и пошлин на комплектующие. Очень удобно для «Ауруса», который намерен продавать за рубежом 70-80% своих машин. Кто же их купит? По замыслу арабские шейхи. Ближний Восток и Северная Африка названы приоритетными рынками. Процесс сертификации уже запущен, а продажи там стартуют уже в 2022 году. Напомним, что на одну треть «Аурус» принадлежит оборонному фонду «Тавазун» из Арабских Эмиратов, который вложил в проект 108 миллионов евро. Собственного конкурентоспособного автопрома и целого ряда смежных... Хотелось бы рассказать, что открытие серийного производства «Аурусов» посетил президент России. Но нет, физически здесь присутствуют только журналисты. Что касается степени локализации самого автомобиля по компонентам, агрегатам и материалам, на сегодняшний день это 53%. И у нас стоит задача к концу 2023 года довести уровень локализации до 80%. По особой бальной шкале Минпромторга 80% — это 5500 пунктов из 8000 возможных. Впрочем, уже сейчас локализацию оценивают в 3700 баллов. Это на 400 больше, чем у «Лады Весты». Помимо компонентов, в подготовке сборочного производства участвовали корейские компании, которые поставили, например, большую часть оборудования. Зато весь цикл IT, весь софт, на котором работает предприятие, российский. Мы должны думать о будущем, развивать этот сегмент с точки зрения последующей электрификации и применения других современных технологий, гибридных, и используя в том числе и технологии на водородном носителе. А сейчас случилась маленькая сенсация. Министр Мантуров показал нам первый ходовой образец версии на водородных топливных ячейках и уехал кататься. Очевидно, сейчас он вернется и скажет, что машина существует и имеет перспективы, возможно, даже серийного производства. Но по факту в ближайшие три года единая модульная платформа будет модернизирована. У нее будет полностью электрическая версия, а также гибрид, но только не такой мягкий гибрид, как сейчас настоящий, полноценный, с меньшим 4-цилиндровым вместо 8-цилиндрового двигателя и с более крупной тяговой батареей. Настоящий водородный автомобиль, я подверждаю. Какое впечатление, пожалуйста, это космос. У нас очень-очень бесшумный и очень качественный автомобиль. Само собой, никаких технических характеристиков водорода-мобиля создатели не раскрыли. Ведь Аурус на топливных ячейках — это демонстратор возможностей. Опоздав к началу электромобильной эры, Россия намерена успеть хотя бы к старту водородной. Ведь тотальная электрификация — это только для легковушек, а грузовикам и тяжелой промышленности предстоит освоить топливные ячейки. Отсюда вытекает и русская мечта 21 века — стать главным мировым экспортером водорода. Производить водород задумано путем пиролиза из природного газа и по новопостроенным трубопроводам качать его по дну морей в экологически озабоченную Европу. По идее, так дешевле, чем получать водород электролизом, то есть расщеплением воды, затрачивая на это электроэнергию от ветряков. Хотя остается проблема использования ископаемого топлива, а именно этого пытаются избежать западные поклонники водородной энергетики. Как бы то ни было, серийные перспективы у водородного «Ауруса» пока туманны. Однако здорово, могем и мечтаем дальше. Что же до серийных седанов, то российские дилеры «Ауруса» продажи уже открыли по цене 24 миллиона рублей. Впоследствии выйдет и базовая комплектация за 18 миллионов. В этом году в Елабуге выпустят 300-350 автомобилей. Еще около полусотни машин специального назначения, серич броневиков и лимузинов в двух вариантах длины, выпустит Московский институт НАМИ. Запуск серийного производства в Елабуге делает «Аурус» настоящим автопроизводителем. Ну и ставит много новых вопросов. Что же дальше? А дальше ровно через год на этом конвейере обоснуется внедорожник-комендант. Микроавтобусу «Арсенал» здесь тоже нашлось бы место, но он, наверное, надолго, если не навсегда, останется мелкосерийным продуктом института НАМИ. Ну а даже в лучшие времена «Аурус» не намерен продавать больше 5000 машин в год. Как говорится, статус обязывает.